приветствую дорогие друзья с вами как всегда владимир и сегодняшнем видео и как обычно по традиции поднимаю несколько очень фантастических тем можно это все назвать сказкой для взрослых мои мысли это в принципе мои фантазии построены на некой логической основе то есть есть определенная логическая база и не просто какие-то фантазии но с другой стороны не стоит их воспринимать за чистую монету да потому что ну мало ли что я там говорю или кто-то другой говорит это все мой круг мой круг реальности так вот почему в тысячелетней истории человечества именно двадцатом веке произошел феноменальный технический гипер скачок возможное будущее человечества куда катится человечество биометрия новый мир и кто они те кто стоит за кругом нашей реальности или потусторонние по ту сторону существа которые находятся что они делают для человечества и кто мы для них так вот сегодня главная тема развития техники на разных исторических временных промежутках человечества и почему вообще так происходит в последнем своем видео я затронул японский флот это очень быстрый прогресс выглядит неким феноменом в корабле строение наводит на всякие альтернативные мысли и фантазии в прошлом видео я даже высказал гипотезу на то что возможно японцам помогли кто вопрос некие покровители за ледовым барьером других территорий это знаете далеко конспирологи инопланетяне если мы верим в космос некие космические силы покровительствующие японцам или программа да та самая программа нашей виртуальной реальности в которой возможно мы находимся и в которой возможно все эту тему буду я развивать дело в том что если мы посмотрим первые фотографии из японии то все там выглядит очень несовременно ни на одном фото вы не увидите каких-то благ цивилизации но давайте немножечко разберем все развитие японского флота очень коротко и это можно с легкостью сделать ибо вся история японского флота очень коротко сначала я вам должен предоставить вот это чудо фотографию вот этого прекрасного линкора японского императорского флота главной корабль нагато стал первым в мире линейным кораблем вооруженным 410 миллиметровыми орудиями главного калибра линкор нагато был заложен 28 августа 1917 года а уже 6 октября 1920 года во время ходовых испытаний в бухте сукуму корабль бьет мировой рекорд скорости для линкоров показав результат в 50 километров в час посмотрите на это количество и высоту настроек и рубок большое число орудий и огромное головное орудие снушительными пушками в общем смотрится это все феерично но это только один из линкор японского императорского флота второй корабль типа нагато митсу заложен 1 июня 1918 года спущен уже 31 мая 1920 года вошел в строй в октябре 1921 года вот эта скорость создания от проектировки до спуска на воду прошли какие-то считанные года 2-3 года и все корабль уже плавают так не будем забывать что корабль военный это военный корабль и это затрата огромных ресурсов металла одного нужно как на тысячу автомобилей ну и конечно нужно вспомнить о величайшем из великих ямато линкор японского императорского флота один из самых больших военных кораблей в истории человечества ямато был заложен 4 ноября уже 1937 года спущен на воду уже восьмого августа 1939 года как японцы за пару лет штампуют такие невероятные гигантские корабли это невероятно а какие пушки были на ямато один снаряд 457 миллиметрового орудия весил полторы тонны не менее впечатляющие выглядела и броня защищающие ямато от авиационных бомб кстати вот броня от торпед у него была похуже как многие отмечают а его как раз поразили торпедой все это удивительно ведь япония еще за 20 лет до выхода в свет линкора митсу вот того прекраснейшего которую я про которого я уже рассказывал она была невероятно отстала в постройке военных кораблей а теперь внимание история и это немного вековая история японского флота очень короткая незадолго до того момента когда японцы стали строить самые мощные суда в мире специальных портовых сооружений исполняющих заказы в мэ японии практически не было до 1871 года когда японцы соорудили какой-то там небольшой сухой деревянный док в токио а также и link для постройки небольших судов японии приглашают специалистов в основном из франции в 1898 году япония полностью отказывается от услуг европейских специалистов в области боевого судостроения с развитием флота мощностей адмиралтейства и кусоки стало недостаточно поэтому правительство приняло решение о строительстве сухих доков эллингов механических и судостроительных мастерских и в общем пошло-поехало за такое короткое время японцы достигли просто невероятных достижений в судостроении самых мощных боевых кораблей в мире возможно ли за такой короткий промежуток развить так колоссально флот я думаю практически невозможно но от японцы это вообще такой интересный народ помнится я смотрел историю японского автомобиль строения и японцы начали сначала как китайцы копировать лучшие европейские американские автомобили но в отличие от китайцев быстро это бросили и за короткий промежуток создали уже автомобили которые не уступали и даже превосходили европейский а может кто видел видео как японцы быстро устранили всю разруху после происшествия фукусиме землетрясение и соответственно цунами они это быстренько все устранили заасфальтировали убрали мусор и все за какой-то короткий очень промежуток времени но все же это странно япония в конце позапрошлого века о военных кораблях имел отдаленное представление но к великой отечественной войне группировка японской флотилии достигла невероятных масштабов и технологически невероятно поднялась опять же так называемый императорский флот состоял из огромного числа крутейших линкоров крейсеров легких крейсеров тяжелых крейсеров гидравианосцев легких авианосцев тяжелых авианосцев подводных лодок танкеров кораблей снабжения это все появилось к двадцатым годам прошлого века а к войне только усовершенствовалась и увеличивалась вот интересно императорский флот японии к началу второй мировой войны был одним из сильнейших в мире в японии было больше авианосцев 10 авианосцев против 7 чем у сша линкоры японские линкоры типа ямато были самыми мощными и самыми большими по водоизмещению в мире в общем все это мне напоминает некую компьютерную игру войнушку типа морского боя накапливается ресурс для реализации его в режиме реального времени и пространства с настоящей людской болью вот это огромная трагедия великая отечественная война это огромная трагедия но вот что интересно к этой трагедии планомерно задолго готовились все страны многие страны имеют ввиду тот же третий рейх как черт из табакерки появился очень внезапно олимпийские игры да да те самые знаменитые олимпийские игры 1936 года это были первыми в истории транслировавшимися по телевидению с радиопередачами охватившими 41 страну мира нацистский режим гитлера построил новый современный легкоатлетический стадион на 100 тысяч мест 6 спортзалов и множество других небольших арен а это огромная телевизионная электронная камера построена фирмой telefunken она транслировала в прямом эфире 8 часов каждый день шоу на олимпийских играх берлине в 30-х годах там изобрели электронный микроскоп кварцевые часы в тридцать четвертом году начала промышленного производства искусственного волокна реализация общественного телевидения это тридцать четвертый год в 1935 году введение в медицинскую терапевтическую практику сульфамидов это кто не знает противомикробные средства в 1936 году разработка технологии изготовления многослойных цветных фотоматериалов эксперименты с развитием звукового цветного кино телепередача по телефону лейпциг берлин еще раз телепередача по телефону это 1936 год 1938 год крупная экспозиция телевизионной техники берлин а профессор оттоган используя химические методики открывает явление распада атомного ядра 17 декабря 1938 года оттоган его ассистент фриц шратсман открыли доказали в берлине деление уранов ядра что стало научной и технической базой для использования ядерной энергии 1939 год начал работ по использованию ядерной энергии начала работ по радарной технике первые полеты самолетов с реактивными двигателями и 1940 год создание кремний органических материалов и наконец манфред фон ордена создал электронный микроскоп с увеличением 500 тысяч раз также третий рейх имел большое количество новаторских военных и научных разработок главное это конечно реактивная авиация и оружие возмездия то есть атомная бомба но кроме них было множество еще других и это все за десятилетия почему я удивляюсь да потому что не отходя от кассы если мы будем сейчас говорить про немцев вот это можно вспомнить здание это величественное здание как будто прибыло из будущего чем вышло из прошлого так вот строительство главного храма кельской архиепископии велось два приема в 1248 году они начали в 1437 году закончили это первый такой прием был и возобновили только через 400 лет в 1842 году и строили до 1880 года что там за перерывчик был 400 лет непонятно по окончанию строительство 150 метровый собор на четыре года стал самым высоким зданием мира 600 лет невероятно да так вот странные вплески исторического развития все это можно говорить о отдельных промежутках истории про которые пытаются молчать то есть что там за перерыв был 400 лет а возможно эти 400 лет вообще не существовало жизни земной жизни человеческой жизни и просто это храм потом восстанавливали после определенного перерыва да так вот к чему я вообще это веду да много у меня мысли есть например одна мысль меня беспокоит ведь человечество достигнув определенного технического уровня сразу стала этот уровень использовать для чего применять против себе подобных то есть вооружение и конечно для подавления собственного сознания человека то есть ближнего чтобы забраться на трон на вершину пирамиды и там править остальной массой вспоминаем зачем гитлеровской германии нужен был телевизор для навязывания безумных утопительных идей и все это очень быстро произошло материализовались огромные японские линкоры немецкие танки советские танки ракеты с ядерным вооружением что это такое вообще было и был ли этот план на человечество программа был лет вообще план может на той стороне экрана монитора сидит бог и пишет войну кстати вспомнил отличное кино под названием новейший завет как раз там говорится о таком варианте когда некая высшее существо выше разум но такой неприятные наружности и неприятного характера создает программу в которой скорее всего прописываются войны и всякие несчастья ну для собственно удали до удовольствия потом приходит на смену его жена и уже с людьми поступает совсем по-другому потому что она любит этих творений на сам себе добрый бог и всех людей любит это посмотрите новейший завет очень интересная киношка французская так вот есть и другие мысли изучат они так сами люди очень воинственные существа и не стоит обвинять там всяких богов злые алчные мстительные высокомерные существа а некий гипотетически высший разум сдерживает нас с помощью ухищрений но чтобы человечество не уничтожило себя полностью да но так ли это если мы возьмем любого человека с улицы и спросим про его желания он скорее всего расскажет нам про мир хорошую спокойную безбедную жизнь семью детишек ну что вы там обычно говорите все хотят жить в безопасной комфортной богатой стране войны не делают обычные вроде как люди войны делают люди имеющие власть да и что главное не должны быть поддержаны народом и что же нужно чтобы народ отказался от своих базовых потребностей комфортной жизни и безопасности до нужна пропаганда задеть больные места человека задеть определенные больные места определенных человеческих масс и все из искры разгорается пламя так что чья это игра и чей этот эксперимент ведь войны как мы понимаем очень быстро двигают технический прогресс люди оказались на самом деле не такими уж пушистыми существами добрыми и заботливыми но любой теме может разгореться конфликт и вот после кровопролитной великой отечественной войны что происходит да собственно ничего попытки сохранения баланса и мира создание организации объединенных наций все это конечно хорошо но реальным сдерживающим фактором явилась по-настоящему ядерное оружие и страх перед смертью интересное кино не правда ли но далее происходит конфликт как раз базы для которого явилась опять же это самое ядерное оружие карибский кризис это как вишенка на вершине этого конфликта что это такое то есть люди вообще не способны мирно жить сдаемся вам вопросом все правильно если людей хоть что-нибудь разделяет люди склонны конфликтовать язык в расповедании политика культура этнос много факторов так вот человечество воюет постоянно только за 20 лет люди воевали десятки раз и это далеко не только великая отечественная война вряд ли вы слышали о 10 части всех войн что были в двадцатом веке их было намного больше сотни разных от мавритана-сенегальского пограничного конфликта и вторжение сша на гренаду до афгана и вьетнама про который практически все знают так вот давайте подумаем является ли некий высшие силы инициаторами всех конфликтов или наоборот эти силы и сдерживают людскую агрессию первый контакт а вернее псевдоконтакт как я считаю произошел в сша названный в дальнейшем розульским инцидентом ценло предполагаемое крушение неопознанно летающего объекта около города розово штате нью мексико сша в июле 1947 года как раз после войны скорее всего смотрящие я так буду по-разному их называть закинули невзначай некоторые определенные технологии сша была выбрана не случайно в этой стране очень любит зарабатывать деньги умеет это делать им было понятно что военные воспользуюсь новыми технологиями все равно их передать гражданским или произойдет утечка информации что же это за технология это те технологии от которых в последующем вышла вся микроэлектроника в частности процессор эти технологии были подброшены чтобы развернуть человечество на новый путь развития в новый мир безопасный мир но в котором можно тоже воевать и соревноваться это компьютерной технологии компьютерные игры всякие программы мало того смотрящие убили сразу двух зайцев закинув в этот террариум электронные технологии это контроль и разворот эволюции в более экономичное рациональное развитие мировой глобальный контакт бешеной скорости передачи информации доступ к огромному источнику информации и разворот социальной пирамиды в сторону общего контроля власти то есть диктатура в этом мире полностью запрещена и как мы видим мир начинает разворачиваться на общественный контроль когда любой человек когда его голос скоро будет влиять на любые мировые процессы конечно по россии это наверное не скажешь но и у нас когда-нибудь это произойдет но вы не представляете как все быстро меняется очень быстро может измениться но вот вопрос а зачем вообще подкидывать технологии человечеству поэтому еще поговорим во первых если хотя бы не отрицать подобную гипотезу искусственный мир люди под постоянным наблюдением то первый интерес понятен это конечно же наблюдение второй интерес это опыты и близко изучение и третий интерес использования рабочей силы то есть людей для каких-то там целей так вот история с розовым и инло мне понятно за земными кулисами делается некое существо биоробот то есть иные другие наблюдатели или смотрящие я бы еще бы добавил ангелы и демоны высшие силы разными на а говорим обо них и тех же так вот они создают грей серый это биоробот возможно это стандартная модель биоробота кто хочет узнать больше смотрите мое видео интервью с пришельцем по имени эйрл она есть у меня полностью на канале там как раз так и говорит пришелец что это просто костюм в которой это существо может вселиться то есть разные существа могут вселяться если сравнить человеческим телом то костюм грей более продвинутые более чувствительные так как этим существом не нужно есть то есть кушать чтобы сохранять жизнь достаточно питаться не продуктами про которые мы знаем а совсем другим но я не знаю возможно праны электрозарядом эмоциональными зарядами то есть эти существа могут питаться эмоциями возможно даже нашими эмоциональными энергиями как же они могут выглядеть возможно он выглядел так как вот я сейчас он на картинке предоставлю в него внедряется сознание или информация для того чтобы передать эту информацию правящим вождям для самых больших племен ну да как вы уже догадались я так называю страны ибо особых отличий я не вижу люди пока не способны жить самостоятельно ибо конфликты будут возникать постоянно на фоне различных интересов от дележа земли самки для продолжения рода еды и всех ресурсов до всего чего хотите конфликт обязательно возникнет на ровном месте в этом можете наблюдать сейчас постоянно и за стеной ваши могут соседи ругаться даже два близких существом мужчина и женщина которые должны в принципе быть постоянной гармонии нет постоянно идет ругань то есть человек вообще еще пока не совершены так вот был подкинут технический материал это корабль нлоо для того чтобы люди скаканули сразу на более высокую ступень развития второй был биоробот он явно дал понять в общении что от людей хотят а что от людей не хотят конечно тяжело донести обезьянам устройство дизель-генератора также тяжело людям донести то что хотели донести иные да вот эти самые смотрящие у нас потому что уровне разные сознания и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok